ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Евгения Добровольская – жена опытная. За ее плечами три брака и три развода. А еще четверо детей от разных мужчин. Впервые же актриса вышла замуж в 18 лет. Это же любовь. Если ты считаешь, что твое сердце подсказывает, что ты встретила того единственного неповторимого, то да. Конечно, выходить замуж, рожать деток, наслаждаться семьей. Первым мужем Евгении стал актер Вячеслав Баранов. Они познакомились на съемках фильма «Клетка для канареек». Я тебя трогал. Я тебя хоть пальцем трону. Этого еще не хватало. Но этот брак продлился всего три года. Отношения не спасло даже рождение сына Степана. У молодых супругов не было своего жилья. Они мыкались по родителям. Все это, конечно, не укрепляет брак. К тому же у обоих было много съемок. В итоге Евгения сама подала на развод. Вы знаете, я, во-первых, никак не отношусь к бракам, которые заключаются в раннем возрасте, потому что я вообще брака в своей жизни не заключила ни разу. Несмотря на то, что у меня была роскошная свадьба, я не поставила штамп в паспорте, потому что я вообще не приемлю никаких штампов в своей жизни. А вот добровольскую штампы в паспорте не пугают. После развода с Барановым она вышла замуж за Михаила Ефремова, но и с ним развелась. Позже актриса была в браке с кинооператором Дмитрием Мананниковым. Дело тоже закончилось расставанием. Сложность личной жизнью, с любовью, с семьей, с мужчинами. Вячеслав Баранов после развода с Евгением 10 лет был один. Позже актер женился, но детей в новом браке не завел. По словам друзей, он всю жизнь вспоминал Добровольскую. Я знаю, что Женя Добровольская была любовью всей его жизни. Это точно. Он ее обожал. И ребенок, и первый Женин, и его единственный Степа. Я их забирал из роддома. Он был совершенно счастлив. Он ее обожал, любил. Ну, как-то не сложилось. В 2012 году Баранов скончался в возрасте 53-х лет. Он тяжело болел. Рак почки в четвертой стадии. А перед операцией он мне звонил. Все нормально, но если даже что-то там закончится, так сказать, не очень хорошо, имея в виду, не переживет операцию. Какую мы классную жизнь прожили. О чем ты говоришь? Есть что вспомнить. Евгения Добровольская на похороны бывшего мужа прийти не смогла. Про Анжелику Агурбаш часто вспоминают в связи с ее скандальным разводом с мужем-миллионером Николаем. Но это был уже третий брак певицы. Первый раз она вышла замуж в 18 лет за белорусского актера Игоря Ленеба. Я не верю. Я не верю в ранние браки. Моя мама вышла замуж за отца, когда я был едва 18, исполнилась, я родился. И я считаю, что такие браки – это очень поспешные браки. Все-таки я понимаю, что играют гормоны, хочется любви, секса, но не надо путать страсть и любовь. Но Анжелика Агурбаш уверяет, что выходила замуж по большой любви. Правда, она вначале забеременела, а потом пошла в ЗАГС. Но это уже мелочи, конечно. Я была так воспитана, что я мечтала выйти замуж один раз и на всю жизнь, как говорят, и умереть в один день. Но я об этом мечтала, я так хотела прожить жизнь с одним мужчиной. Тем более мой муж был первым моим мужчиной, в жизни у меня вообще других вариантов не было. Анжелика родила дочь Дарью за два месяца до своего совершеннолетия. У меня это был, кстати, мой козырь такой в подростковом возрасте. После 18 лет, когда мама что-то говорила, вот, почему-то там куда-то пошла или что-то сделала. Я говорю, ну, я же не родила еще никого, мне вот там 18 или 19 лет, я же вот еще замуж не вышла, ребенка не родила, значит, все нормально. Но как ни мечтала Агурбаш, счастливого брака с Леневым не получилось. Анжелика тогда начала завоевывать сцену, часто пропадала на гастролях. Я помню, когда она уходила на гастроли или уезжала куда-то, я очень расстраивалась, мне не хотелось оставаться с няней или с бабушкой. И всегда на выходе уже я могла вцепиться ей в ногу, въезжала и орала, мамочка любимая, не уходи, пожалуйста, не бросай меня. С мужем начались непонимания. Он ревновал жену, хотел, чтобы она сидела дома. А потом начал изменять певице. В итоге развод. Для меня вот весь мой мир, моя идеализация отношений мужчины, женщины, брака, семьи, чистоты, оно просто рухнуло. Поэтому для меня это было мое первое такое мощное испытание в жизни, тяжелое. После Анжелика Агурбаш жила в гражданских отношениях с культуристом Валерием Безюком. Она родила от него сына Никиту. Но счастливой семьи и тут не получилось. В третьем браке с бизнесменом Николаем Агурбашем певица родила еще одного сына. На этот раз она выходила замуж уже в осознанном возрасте. Но любовь с мясным королем закончилась страшным скандалом. Анжелика обвинила мужа в тирании и рукоприкладстве. Тот в отместку оставил ее ни с чем. Но певица говорит, бог с ними деньгами, главное, у нее есть дети. Я ни с кем не делю своих детей. Я самодостаточный родитель. Я все время так шучу, я мама-папа. Сегодня дети Анжелики уже взрослые и, в отличие от мамы, не торопятся бежать в ЗАГС. Говорим Анжелика Варум, подразумеваем Леонид Агутин. И наоборот. Супруги вместе больше 25 лет. Вместе живут, вместе поют. Но, никто не увидит, но, никто не узнает, кто, кто ее тайна. Ну, первый слушатель – это всегда мой муж. Он, конечно, очень поддерживал, он сам прошел этот путь. Но мало кто знает, что Агутин – второй муж Анжелики Варум. Первый раз она вышла замуж в 18 лет за одноклассника Максима Никитина. Был даже ее осветителем. Это, наверное, единственное обстоятельство, которое позволило им более-менее долго прожить вместе. А прожили супруги 8 лет. Как раз тогда стартанула карьера Анжелики, и муж стал работать с ней. Он был не только осветителем, но и выполнял роли охранника, декорактора, постановщика выступлений певицы. А потом просто прошла любовь. По словам Варум, расстались супруги без скандала. Такие браки, которые продолжаются со школьной скамьи, да, или сразу после школьной скамьи, сохраняется всего порядка 10% браков. То есть очень небольшой процент, к сожалению. Позже Анжелика встретила Леонида Агутина и поняла, что именно он – ее настоящая любовь. Говорят, их роман завязался на съемках новогоднего «Огонька», где по сюжету им пришлось играть любовную сцену. И когда режиссер говорит, ну давайте, а что, проблема, что ли? Вот мне говорят, ну нет, мы артисты, конечно, не проблема. И это был вот их самый первый поцелуй, от которого начались отношения. То есть это было по работе. Но вот, видимо, работа – это то, что объединяет не только их профессиональные интересы, но и личные тоже. Сегодня у Варумы Агутина подрастает дочь Елизавета. Девушке 24 года. Она пока не замужем. Лера Кудрявцева тоже вышла замуж практически сразу после школы. Ее мужем стал Сергей Ленюк, барабанщик группы «Ласковый май». В 18 Кудрявцева уже родила сына – Жанна. Это в наше время считалось абсолютно нормальным. Чем раньше родишь, тем лучше. А после 25, если не родила уже старая дева. Сегодня это кажется ужасным или странным, как девушка рожает до 18 лет, выходит замуж до 18 лет. В общем, успевает все сделать до 18 лет. Но Лерочку можно понять. Вышла замуж она и родила от очень красивого парня. Кудрявцева была большой поклонницей «Ласкового майя». Ездила за ребятами по пятам. И даже смогла попасть в группу на работу. Ее взяли костюмером. Там-то она и закрутила роман с Ленюком. Возможно, Лера мечтала и о Шатунове. Но на юного солиста была такая очередь из фанаток, что не протолкнешься. Я вот вспоминаю, что работая вот эти огромные площадки, с абсолютной уверенностью вам скажу, что процентов 80 людей, которые приходили на концерты, это были просто зеваки. Это не люди, которые ценили и слушали эти «Белые розы». Они просто приходили взглянуть, а что же это за ребятишки такие, о чем просто трещит там вся страна. Брак Кудрявцевой и Ленюка просуществовал чуть больше двух лет. По слухам, Ленюк был не сильно верен юной жене. Она терпела-терпела, а потом устала прощать. Если там где-то по пьянке, в компании, случайно, ну, не знаю, может быть, можно. Если уже есть любовница, закономерно прям разворачивайся и уходи. В итоге Лера ушла от мужа и пошла своей дорогой, которая получилась весьма удачной. Сегодня женщина нарасхват на телевидении. Уйти в себя, в работу, заниматься развитием детей, если они есть. Ну, а так вот развиваться самой и не зацикливаться на этой проблеме. Пойти работать или осваивать новые профессии. Главное, вот, не сидеть дома и не горевать, что же в тебе не так, почему от тебя ушли или тебя бросили. В 2013 году Лера Кудрявцева вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова, который моложе ее на 16 лет. Супруги растят дочку. Но недавно в своих соцсетях Лера намекнула на расставание с мужем. Получается, телеведущей не повезло ни в раннем браке, ни в позднем. Мария Миронова тоже побыла и ранней мамой, и поздней. Старшего сына Андрея она родила в 19 лет, а замуж вышла в 18. Первым супругом актрисы стал бизнесмен Игорь Удалов. Старше Марии на 10 лет. Они познакомились, когда Миронова еще школьницей пришла на стажировку на телеканал ТВ6, где Удалов был крупным начальником. Но любовь супругов продлилась лишь 8 лет. В первом браке, я думаю, ей не хватало терпения, ей не хватало стремления создавать домашний очаг, потому что она стремилась реализовываться как актриса. Расстались супруги безболезненно и до сих пор общаются, ведь у них общий ребенок. Андрей тоже стал актером. И неудивительно. Его дедушка – знаменитый актер Андрей Миронов. Мама – актриса. Бабушка – Екатерина Градова, тоже актриса. Та самая радистка Кэт из 17 мгновений весны. Я не знаю, что говорить. Вы ведь не хотите, чтобы я врала вам? Нет, я не хочу, чтобы вы мне врали. Бабушка никогда не хотела, чтобы я становился актером. Всегда голосовала за то, чтобы я не шел в эту профессию. Позвала меня на показ, на какой-то важный свой показ, где я выложился на все сто, пытаясь, зная, что бабушка сидит в зале и что мне надо как-то быть достойным. И мне очень важен был этот звонок после показа. Он был для меня такой судьбоносный. Когда она сказала, Андрюша, тебе типа этим надо заниматься. Товарищ Камрот, можно отлучиться? Я быстро, пять минут. Куда, к отцу, что ли? Нет, но мне очень нужно. После первого развода Мария Миронова еще пару раз выходила замуж и разводилась. А в 46 лет родила второго сына. В 46? Ну супер вообще. Я вообще в нее был влюблен. Еще, так сказать, лет 10 назад или даже больше. И сейчас влюблен. Она потрясающая, красивая. Я думаю, можно и в 47 тоже, и в 48. Сына Федора актриса с удовольствием показывает в соцсетях. А вот кто его отец, до сих пор загадка. Одни записывают актрисе в мужья молодого актера Андрея Сороку. Другие говорят, что ее супруг некий бизнесмен, тоже Андрей. Сама актриса хранит интригующее молчание. 18 лет вышла замуж и певица Слава. Она же Анастасия Слоневская. Ты один такой прекрасный. Только не влюбленный. Классанный. Жалко, что зеленый. А через год после свадьбы уже стала мамой. Но с мужем Константином Морозовым рассталась довольно быстро. Причины развода банальны. Разбитая обыт лодка. Да, вот вы знаете, если бы она, может быть, осталась с Константином, была бы хорошей домохозяйкой. И мы бы даже и не знали, что есть такая Слава. Вот воспитывала бы, может, троих детей. Не пошла бы в модельный бизнес. Не начала петь в караоке. Не познакомилась бы с Анатолием. С Анатолием Данилицким, своим будущим гражданским мужем, Слава действительно познакомилась в караоке. Обеспеченный бизнесмен старше на 28 лет стал не только любимым мужчиной Славы, но и спонсором ее карьеры. И поэтому деньги ее гражданского мужа, понимаете, они абсолютно были не лишними для нее. И я считаю, что для людей таких творческих профессий, которая является певицей Слава, она достойно, достойно, как вам сказать, она оправдала те деньги, которые были в нее вложены. Позже у супругов родилась дочка Антонина. Дочь Славы от первого брака Александра приняла нового кавалера мамы, кстати, на ура. С отчимом Анатолием у меня вообще замечательно, потому что я, честно говоря, этого человека просто обожаю. Он такой начитный, такой умный. У нас такая семья, она немножечко слишком веселая. Анатолий самый спокойный член нашей семьи. Сегодня Слава уже бабушка. Ее дочь Саша родила сына в 24 года. Не стала торопиться так, как мама, что певицу очень обрадовала. Ну, она говорит, что рожать нужно, конечно, в осознанном возрасте, когда ты понимаешь, что ты можешь потянуть ребенка. Александра Морозова окончила лингвистический институт, но потом решила попробовать себя в роли певицы. И Слава ее в этом поддержала. А что? Хорошая профессия. Ну, я всегда обожала петь в караоке, а тут, представляете, ты приходишь, тебе еще за это деньги платят, тебя еще за это любят, господи. Я не знаю, это еще вечно красивое на ковровых дорожках, еще и с премиями. Вообще класс. Вот только вокальные опыты дочки Славы никого особенно не впечатлили. Девушка, похоже, сама это поняла и недавно заявила о завершении своей музыкальной карьеры. Вот бы Булзовой у нее поучиться. Мила Йовович выскочила замуж вообще в 16 лет. За актера Шона Эндрюса. Она тогда уже жила в США, а там свои правила и законы. Многие считают, что таким образом актриса хотела сбежать от опеки матери, русской актрисы Галины Логиновой. Переехав жить с дочкой за границу, та вовсю эксплуатировала ее внешность. Вначале в модельном мире, а потом в кино. Все свои мечты быть актрисой она реализовывала через свою малолетнюю дочь. Миле приходилось с раннего-сраннего возраста, еще не оформившись, пахать, как взрослый человек. Конечно же, у нее рос протест. И протест вырос еще больше, когда именно мама разрушила первый брак Йовович. Она просто его аннулировала, так как дочка была несовершеннолетней. В итоге Мила побывала замужем всего один месяц. Например, в моих отношениях у нас родители не пытаются влезать в отношения с моей супругой, потому что они видят, что мы счастливы вместе. И зачем это лезть? Но позже Мила Йовович поняла, что только благодаря матери стала реальной кинозвездой. И у того юного брака не было шансов. Мила побывала еще замужем за знаменитым режиссером Люком Бессоном. А сегодня счастлива с менее известным режиссером Полом Андерсоном. Супруги воспитывают трех дочек, старше из которых Копия Йовович. У Дэми Мур от первого брака осталась на память фамилия, которую она и прославила в Голливуде. Вы, должно быть, слышали об этом социопате? Да. Да, я слышала. Он мой муж. Дэми вышла замуж за рок-музыканта Фредди Мура в 18 лет. А увела его из семьи вовсе в 16. Но в 23 года парочка уже разбежалась. Спустя годы ее первый муж жаловался на то, что потребность Дэми Мур в любви была слишком большая. А она, видимо, чтобы отомстить ему, призналась, что изменила ему прямо накануне свадьбы. Так что она действительно какой-то сексуальный гигант. Позже Дэми Мур прожила 13 лет с Брюсом Уиллисом, но ушла от него, устав терпеть измена актера. Впрочем, бывшие супруги остались друзьями. Сегодня Дэми и их с Брюсом трое дочерей страшно переживают за него, так как Уиллис страдает деменцией. Человек просто начинает угасать. Хоть его, конечно, и поддерживают, хоть он, конечно, и как бы в тусовке, и как бы он продолжает еще общаться, но он просто начинает угасать. Побывала Дэми Мур также замужем за Эштоном Катчером, несмотря на разницу в возрасте в 15 лет в сторону актрисы. Но не удержала мужа. Он ушел к молоденькой Миле Кунис. Сегодня Дэми Мур одинока, но выглядит в свой 61 год на зависть всем – и замужним, и холостым женщинам. Помните, как в том старом фильме? В 40 лет жизнь только начинается, я это точно знаю. А у кого-то в 60 лет жизнь только начинается. А для Дэми Мур, для ее обаяния, красоты, для ее энергетики потрясающей, да, для нее 60 лет не возраст. Поверьте мне, не возраст. Красивая фамилия Юлии Снегирь тоже досталась от первого мужа. Ее девичья фамилия – Сирискина. Может быть, он на нее так обижался там поначалу, да. Ну, условно, я вот на его месте, я бы тоже, наверное, хотел, чтобы моя супруга носила мою фамилию, а не фамилию своего там бывшего мужа. И эта фамилия мне бы все время напоминала о ее бывшем муже, там, какая-то ревность там. Алексей Снегирь был однокурсником Юлии. Их брак продлился почти 8 лет, а начался, когда актрисе было всего 18. Алексей был коренной москвич. Она родом из Тульской области. Девушке пришлось жить с родителями мужа. Возможно, это подпортило отношения, и супруги развелись. Ну, у всех был период сложный. И у меня он тоже был. Позже Юлия Снегирь была замужем за кинооператором Максимом Осадчим, а сейчас живет в браке с Евгением Цыгановым. Ради красавицы актрисы он бросил жену с семью детьми. Любовь оказалась сильнее. Ну, не суди, да не судим будешь. И на вершине нашего рейтинга счастливое исключение из правил. Пара, которая сошлась в школьном возрасте и до сих пор вместе. Это супруги Екатерина и Александр Стриженовая. Конечно, когда человек без опыта и вообще не видел этой жизни, в процессе жизни что-то меняется, люди вырастают друг от друга. Но я знаю такие случаи, когда люди, живя вместе с молодостью, провели эту жизнь вместе. Александр и Екатерина познакомились, когда им было всего по 16 лет. Это произошло на съемках фильма «Лидер». В котором оба были заняты в главных ролях. Сразу после совершеннолетия влюбленные поженились. Мечта любого человека. Познакомились в школе и вместе умерли в один день в 100 лет. Мне кажется, вот прям вот гармония полная. И причем они в одной профессии. Очевидно, есть о чем дома поговорить, обсудить какие-то дела, у кого какие съемки. Мне кажется, ну, просто идеальная пара. Супруги действительно не только вместе дома, но и частенько на съемочной площадке. Александр, как режиссер, не раз снимал жену в своих картинах. Очень красивая. Спасибо. Вам, конечно, сто раз это говорили. Ну, сто первый раз тоже приятно услышать. Когда мы поженились, дальше так получилось, что каждая моя работа, каждое появление там на телевидении или в театре, это всегда был экзамен. И проверка такая на способность вообще заниматься этой профессией. И носить эту фамилию. Сегодня Екатерина давно состоявшаяся актриса и телеведущая. На шее у мужа никогда не сидела, но на первом месте у нее всегда семья. Она знает свое место. В том смысле, что ее место за мужем. Никаких творческих соревнований и ревности у Стриженовых нет. Хотя за 30 лет брака бывало, конечно, всякое. Он что думает часто, то и говорит. Если человек дурак, он ему говорит, что он дурак. Поэтому перевоспитать невозможно. И на самом деле я тоже об этом думала, потому что... Но получается, что и люблю я Сашу, и Зайта тоже. Потому что вот он такой. Может, в этом секретах крепкого и счастливого брака? Один факт из жизни Екатерины. Она участвовала в съемках ледникового периода. И во время съемок она очень сильно повредила себе ребра. Нестерпимая боль, казалось бы, но она не закончила выступление. Несмотря на нестерпимую боль, она продолжала тренироваться. Это говорит о ее очень большом терпении. То есть это тот компонент, который нам необходим в браке терпения. Некоторое время назад Стриженовы стали счастливыми бабушкой и дедушкой. Теперь у них уже трое внуков. От старшей дочки Анастасия. А что хотят бабушка и дедушка? Бабушка и дедушка развращают своих внуков. В хорошем смысле этого слова. Баловство, подарки. Воспитывают и ругают пусть родители. В конце концов, это же в определенном смысле возможность отмстить своим отпрыском за все свои бессонные ночи. Желаем супругам дожить как минимум до золотой свадьбы. Десять самых. Новые рейтинги в наших новых программах. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова